Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня я выполняю видео по вашему запросу, а именно Любовь это или... Или что? Или боязнь одиночества, или материальная зависимость, или же желание реванша, или просто вы рядом с этим партнером, с этим человеком прорабатываете внутренние блоки, самоутверждаетесь. Только здесь аспектов может быть масса. Почему хочу выполнить этот расклад? Ну, во-первых, не только ваш запрос, здесь еще сыграла роль тот факт, что на консультациях в последнее время сталкиваюсь с таким вот нюансом, когда кверенты или кверентки в целом неадекватно воспринимают картину происходящего. когда просят выполнить расклад, и ты объясняешь человеку, что ма того, что у вас с ним ничего не будет, и самое главное, у вас к нему ничего нет, ни чувств, ни сексуального влечения. То есть тут на лицо просто вот эмоциональная зависимость, очень большая боязнь остаться одной, либо быть брошенной. И у людей потом ответ, такие реакции, зачем я к вам обратилась, да, я сейчас пойду повешусь, я наложу на себя руки, все в таком контексте. Я хочу вам показать, что хорошо, давайте не будем привязываться к консультации, поработайте со своим интуитом, со своим подсознанием. Постарайтесь на ситуацию посмотреть объективно со стороны. Это касается как женщин, так и мужчин, и расклад в этом случае будет общий. Особенно в последнее время у меня очень сильно умелела ситуация, когда мужчина буквально доставал, люблю, не могу, помогите, вытравила все сердце, сделайте привороты и так далее, когда ты объясняешь мужчине, зачем, для чего, подумайте, не нужно вам это, нет, на все готов, страдаю там два года и так далее. Найдите, найдите мне кого-нибудь, раз у вас нет возможности взять меня в работу, найдите кого-нибудь. Хорошо, даю контакты другого специалиста. Уже все, давайте счет, я высылаю деньги, сумма устраивает, все устраивает. Тут в течение дня высылают фотографии другой девушки. Вот сегодня познакомился на работе, встретил свою судьбу. Товарищи, ну это разве не смешно? А как же у тебя такая бешеная? Скажи на любовь, да инши и жинки. Ну то есть понимаете, вы не умеете разбираться в себе. Вы, допустим, либо ставите себе за цель, вот хочу и все, как игрушку, как блажь, либо с целью проработки каких-то своих установок. Разберитесь для начала в себе. Я думаю, этот расклад вам поможет это сделать. Работать буду сегодня второй универсальный ключ. Очень давно не работала с этой колодой. Как будем взаимодействовать с вами с колодой? Выложу 8 вариантов. Первый аркан покажет, почему вы держитесь за эти отношения, либо что вы хотите от них получить, для чего вам нужен этот партнер или партнерша, да? Ну и посмотрим, безусловно, именно ваши мысли, чувства и подснания в отношении этого человека. Итак, поехали. Просьба к вам. Настраивайтесь на расклад. Вы не должны быть скованы, вы должны быть расслаблены. Проговаривайте ваши имена. По возможности, если знаете даты рождения, если даты рождите, не знаете, то визуализируйте себя и партнера. И давайте же смотреть, что здесь у вас происходит. Итак, давайте смотреть, почему вы держитесь за этого партнера или партнершу. Пожалуйста, несколько секунд, для того, чтобы у вас была возможность определиться, выбрать ту карту или тот вариант, который с вами резонирует, либо к которому вас интуитивно тянет. Будем смотреть. Непосредственно на основную карту я буду доставать дополнительные. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Итак, для чего вам нужны эти отношения? По перевернутой четверки мечей, это результаты активных действий именно с вашей стороны. Вы пытаетесь удержать партнера. Давайте уточним, для чего. Потому что сам по себе Аркан не дает ответа на этот вопрос. Для чего? Потому что, понимаете, что ситуация тупика, движения в отношениях нет. Но рвете на себе рубаху из серии «Хочу, не могу», да? Вот или мое, или ничего. Но такая интересная позиция. Давайте посмотрим, оправдана ли она. Что у вас в мыслях по отношению к вашему товарищу, либо к вашей партнерше? Ну, по этой карте могу сказать, вы на самом деле не готовы трудиться над собой. Вы не готовы трудиться над этими отношениями. Вы не готовы в них вкладываться. Здесь, по данному Аркану, может быть у некоторых присутствовать ситуация материальной зависимости. Либо здесь, еще знаете, для некоторых может проиграться как ситуация служебного романа. Например, для вас эти отношения выгодны. Выгодны в плане профессиональных связей, либо продвижения вашего по карьерной лестнице. С позиции ваших чувств вы понимаете, что отношения уже иссякли, догорели, разорванные, но вы пытаетесь, вот буквально пыжитесь, последнее вырвать, да, из этой ситуации. Но чувства у вас нет. Ну вот посмотрите. Чувств у вас нет. И давайте смотреть ваше подсознание. Что же здесь у вас? Это отношения, это связь, которая приносит вам вот только эмоциональный раздрай, депрессию, стагнацию. Только негативные переживания. Вот теперь вопрос к вам. А нужны ли вам они? Безусловно, у каждого из нас в жизни свои обстоятельства. Материальная зависимость, обязанности, связывают дети, совместно нажитое и так далее. Но, если вы не скованы здесь по рукам и ногам, то выходите из этих токсичных отношений. Мало того, что здесь вам партнер не по судьбе. И самое главное, здесь нет никаких ключевых связующих звеньев. Так еще это мужчина, который просто отравляет вам жизнь. Ну, мужчина или женщина. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Так, ну, и особенно проиграться для тех, кто загадал короля жезлов, мужчину огненной стихии. Это овен, лев или стрелец. Для чего нужен? Ну, у вас к этому человеку страсть. Но здесь как может быть минимум сексуальная зависимость, да, сексуальная тяга. Что у вас в мыслях? В мыслях. Желание эти отношения развивать, двигаться вперед. Вы для себя здесь видите ряд перспектив. С позиции ваших чувств. Здесь карта, знаете как, либо отсечь все ненужное, молниеносно уйти. Либо уход здесь мужчины, но вы каким-то образом зациклены на нем. Ну, вот если рассматривать, что же вы чувствуете, какая-то очень глубокая обид, и человек вас сильно ранен. Что в плане подсознания? Ну, это пытаетесь проработать свои страхи. Страхи в каком плане? То есть вы не боитесь здесь остаться брошенной или одной, но у вас, знаете, вы не понимаете, почему в целом так ситуация происходит и складывается. Но давайте все-таки по факту посмотрим, правильно ли вы движетесь в направлении. Вот здесь по картам однозначно нет, потому что хоть вы видите здесь перспективы, но с этим человеком не сложится. Либо вы здесь в отъезде, либо мужчина здесь будет в отъезде. Ну, по сути, здесь отношения завершены, либо подходят к концу. Потому что, как говорят арканы, товарищ-то может быть и видный, но вы четко понимаете, что такой бесперспективный вариант. Для тех, кто выбрал третий вариант. Вот здесь у вас на лицо идет ситуация и желание исправить ошибки прошлого. Потому что понимаете, что, скорее всего, частично тоже накосячили, могли быть виноваты в ряде вещей. Пытаетесь исправить, пытаетесь склеить, но не знаете как. Давайте посмотрим, стоит ли. В мыслях. Но вы эмоционально закрыты. Возможно, либо не хотите признавать свою вину, либо, скажем так, неправильность своих поступков. С позиции чувств. Вот сама по себе ситуация ухода. Тут карта четко не говорит вашего, либо вашего партнера. То есть то, что отношения были разорваны. И в подсознании вот ситуация, знаете, как застоя. Вообще, эта карта очень часто указывает на желание перемирия, невзирая на здравый смысл. В каком плане? Вы понимаете, что в одну реку не войти дважды, но вот у вас вот просто тянет. Вот это, знаете, как желание что-то себе доказать, дать второй шанс, дать второй реванш, чтобы уже тут второй раз наступить на грабли и окончательно в этом убедиться. Ну, давайте посмотрим, оправданно ли это будет. Да нет, не оправданно. Ну, старший аркан смерти. Вы понимаете, что здесь уже, как говорится, отношения сыграли в ящик. Нет смысла их реанимировать или возвращать. Живите настоящим, живите будущим и смотрите с перспективы дальнейшую вашу жизнь. Так, для тех, кто выбрал, у нас четвертый вариант. Здесь у вас именно идет ситуация четкого такого манипулятора либо манипуляторши. Это знаете и сам ногам, и другому ногам. Вот позиция такая. Посмотрим, с чем это связано. Что же у вас все-таки здесь якорит? Так. Что же у меня якорит? Так. Якорит тот факт, что, например, вы здесь в роли любовницы и пытаетесь его дожать либо отжать свое. Например, занять официальные позиции. Вот. Потому что есть страсть, есть лечение, бешеная энергетика, сексуальность. Но здесь ваш товарищ может быть непостоянным. Либо вы, кстати, можете здесь быть непостоянным. Но вы понимаете, что здесь что-то нужно решать. Вы хотите состояние застоя, состояние жертвы. Либо отношениями жертвовать, либо их развивать. Но сказать, что с вашей стороны есть дикое влечение или страсть, ну, максимум сексуальная привязка. Итак, что же здесь по итогу? Стоит ли эти отношения развивать? Ну, это знаете, как я вам скажу? Отношения для здоровья. Либо для каких-то ваших общих целей, интересов, когда партнер вам просто может быть полезен. Но не более того. Потому что если смотреть в целом в совокупности по ряду этих арканов, то здесь, ну, это такая связь по стольку, по скольку. Больше по привычке, больше по инерции. Для тех, кто у нас выбрал пятый вариант. Ну, здесь вы понимаете, что этот человек для вас, знаете, как победа, как трофей, как реванш. Возможно, даст вам какие-то кардинальные перемены в жизни. То есть переезд, либо новый социальный статус, либо это вот то желаемое, к чему вы так долго стремились. Ну, давайте смотреть, что же здесь по факту. Так. Смотрите, отношения либо тайного характера. Вы здесь можете быть в роли любовницы, да, связь, которую вы скрываете, не афишируете. Вот здесь у вас идет, может быть, меркантильный интерес. На текущий момент здесь может это выражаться, как самодостаточное одиночество. Но из позиции вашего подсознания, как говорят карты, для вас это в чем-то заключается, как трудный выбор. Объясню сейчас, почему. Возможно, по этому аркану, как говорят вам карты в связке, вам предлагают роль содержантки на правах любовницы. Вам, например, сложно на это решиться, но вы понимаете, что для вас это будет оправдано. Ну, то есть, с милым раем в шалаше, хотя по девятке Пентакли вы понимаете, что это в большей степени это будет самодостаточное одиночество. Так, ну, правильно ли вы путем движетесь? Ну, по карте императора однозначно да. Почему? Потому что вы здесь понимаете, что здесь именно мужик, за которым вы будете, как за каменной стеной. И не важно, в каком формате, в роли любовницы или нет. Потому что здесь стабильность, здесь уверенность в завтрашнем дне, здесь какие-то социальные, материальные гарантии. Ну, и по сути, знаете, как жизнь, как у Христа за пазухой. А уже в каком статусе для вас это другой вариант. Ну, как бы не такой значимый аспект. То есть, здесь у вас идет больше ситуация желания себя обеспечить. Поэтому за этого товарища вы держитесь. Потому что понимаете, что это мужчина с хорошим генофондом, социальным статусом, который именно, ну, как вам правильно вести, тут не позиция любви, тут позиция правильного расчета. Вот мужчина, от которого бы мне хотелось иметь детей, либо который даст мне хорошую жизнь. Хороший статус. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Так, ну, вот здесь ситуация тупика. Вы сами вообще, в принципе, не понимаете, что вам от этих отношений нужно. Давайте смотреть, почему. Почему, почему, почему. Да, потому что отношения здесь и сейчас без перспектив, без планов на будущее. Вы это осознаете. Помимо всего прочего, либо уже это состоялось, либо вы пытаетесь в ближайшее время внести ясность, расставить с точки над и. Ну, то есть, здесь больше, знаете, максимум, что у вас связано, здесь больше какой-то ментал, общий интерес и общее общение. Ну, и в целом, как говорят карты, вы в ситуации тупика, потому что понимаете, что отношения тоже себя исчерпали, пытаетесь что-то склеить, как-то что-то восстановить, но это безрезультатно. Потому что, либо у вас, опять же, здесь на горизонте может нарисоваться, да, третье лицо, среди которого вы будете выбирать, например, между этим партнером, да, и последующим. Ну, кстати, по королю Пентакли, смотрите, либо это ваш мужчина, либо очень часто король Пентакли указывает на то, что у вас есть супруг, потому что это сигнификатор мужа, наличие мужа, либо постоянного партнера. Так что здесь, ну, это просто, знаете, попытка усидеть на двух стульях, либо какой-то приберечь себе запасной аэродром. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант, здесь ситуация самообмана на лицо. То есть это, знаете, погружение в какие-то иллюзии, в бессмысленные отношения, вы здесь это чутко понимаете, ну, как, не то, что понимаете, это на лицо здесь есть, только вы этого, видимо, не понимаете, не осознаете. Либо боитесь себя в этом признаться. Что же у вас в мыслях? Вы надеетесь на возрождение ситуации. Возможно, вы, конечно, находитесь здесь в семье, то есть вы хотите семейных отношений, продолжения этих взаимоотношений. Но вот здесь у вас чувства, чувства у вас самой, либо самого нет. Пятерка Пентакли, карта кризиса, карта эмоциональной, духовной бедности. Ну, видите, крушение семьи, крушение фундамента. Это, знаете, как бы, всеми руками и ногами пытаетесь схватиться за ситуацию, семью сохранить. Ну, давайте посмотрим, стоит ли вам это делать. Я думаю, здесь ответ на лицо, да? Очевиден. Карта разрыва взаимоотношений, карта развода, карта разрыва связи. Это касается, в большей степени, людей семейных. Не важно, какой у вас был брак, гражданский, либо официальный, но здесь вы понимаете, что это максимум, сохраните семью для галочки. Семьи у вас, по факту, не будет. И счастье вам это не принесет, к сожалению. Так, для тех, кто выбрал, восьмой вариант. Ну, вот здесь ситуация, желание примирения, ностальгия воспоминания, потому что очень хорошо вы здесь залипли на прошлом. Давайте смотреть, почему и стоит ли это вам делать. Так, что же здесь? Ну, вот, как я говорю, ситуация одиночества, вы понимаете, что осознаете на текущий момент, отношений как таковых нет, даже здесь присутствует общение, каждый сам по себе, занят собственным развитием своей идеологии жизненной. Вот вы пытаетесь отстаивать свои интересы, возможно, вы ждете, что партнер сам вернется, это, знаете, попытка, пусть сам первый мерится, вот в таком контексте. Я здесь не вижу глубоких чувств или эмоций. Так, из позиции вашего подсознания, ну, вы понимаете, что это ситуация обмана, самообмана, потому что товарищам в основном здесь больше проиграться для женщин. Ваш ветреный, вы знаете, как сегодня обещала, завтра слился. Поэтому здесь больше, знаете, вот ситуация залипания на прошлом, которая не оправдана, потому что у вас уже, это больше желание реванша в вашей ситуации, в вашем случае, что вот пришел, упал на колено, там, не знаю, извинился, помирился, там, и в идеале сделал предложение руки и сердца, дабы поликовать, потешить свое эгое самолюбие. А правда на ли это, стоит ли это делать? Ну, по королеве кубков, это, знаете, просто поставить галочку, да, я смогла, да, я сделала. Потому что, сейчас я посмотрю на перспективу связи, смотрите, как здесь здорово упала, королева кубков прямая, король кубков перевернутый. Вы уже не будете парой. Даже если к вам товарищ вернется, да, вы, конечно, будете ликовать, это такое, будете вытирать об него ноги по полной программе. Но, я вам скажу честно, вам это особой радости не принесет, потому что здесь уже, знаете, хороша ложка к обеду. И когда он вернется, это такое будет, обидно, досадно, ну ладно, вам уже будет просто все равно. Так что, вот так вот, мои дорогие девочки и мальчики, вот такой у нас сегодня вышел расклад. Не знаю, помог ли он вам в себе разобраться, что-то для себя расставить по полочкам. Надеюсь, все-таки будет для вас полезным. Жду от вас отзывов, как у вас проигрывается, либо не проигрывается расклад. Для меня это очень важно, потому что на основе ваших комментариев я тоже делаю себе пометки, как у меня проигрываются карты, веду свои наработки и так далее. Это мне нужно для моего профессионального роста. Но я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.